Всем здравствуйте, меня зовут Виталий Радченко, я работаю в компании Uscan. Мы занимаемся социальными сетями, бониторингом социальных сетей. Я там датсинт, занимаюсь NLP, немножко там автоэмэлем, временными рядами. Ну в общем, всем по чуть-чуть. И сегодня расскажу именно про NLP пайплайны. То есть у нас сейчас именно идет про тексты, про всякие штуки, связанные с NLP. Поэтому, соответственно, это одно из наших основных направлений. И сегодня вы непосредственно узнаете, как настроить хороший пайплайн, что такое хороший пайплайн, потом, как эффективно обрабатывать входящие данные, как настроить тренировочный пайплайн и как, например, его потом перестроить для продакшена. Соответственно, что такое пайплайн? Пайплайн это набор неких действий для обработки специальной, для обработки данных для специальной задачи, какой-то задачи. Соответственно, если вы сделали пайплайн заранее, то вам это сэкономит время для следующей задачи, если у вас она будет, например, повторяться или будет очень схожей. Кроме этого, это упрощает намного перевод кода с тренировочного, соответственно, в деплой. Что такое хороший пайплайн? Во-первых, это реюзабельный пайплайн, который вы можете использовать с минимальным количеством изменений. Это структурированный пайплайн, который достаточно нонологичный, и, соответственно, легко понимабельный для других людей. Он должен быть хорошо заргументирован. Это как и комменты в коде, так и какие-то типы аргументов для ваших функций классов. И, соответственно, опять же, readme, где вы описываете пошагово каждый степ вашего пайплайна. И тесты, они могут быть как самые простые, то есть на проверку шейпов для входящей модели, так и более крупные, так сказать, для проверки каждого степа. То есть это как обработка данных, так, например, тренировка модели или prediction. Теперь перейдем непосредственно к входящим данным в NLP. То есть здесь, в принципе, все просто. Основное это текст. Он может быть как отдельный токен, как предложение, как какая-то статья, как диалог, HTML-страничка и все, что угодно, как говорится, где есть текст. Потом у вас есть теги и лейблы. Это они могут использовать, в основном, естественно, они как наш таргет идут. И, например, еще могут быть условные спены для какого-нибудь question answering'а. И, может быть, еще какие-то специфические вещи для вашей задачи. Соответственно, как только мы получаем текст, мы должны его встретить в филд. То есть мы создаем те текстовые филд, которые имеют следующие методы. Во-первых, мы припроцессим данные внутри этого филда. После этого мы токенизируем. Дальше мы должны, после того, как мы протокенизировали, мы должны проиндексировать наш токен. То есть мы разбили уже на токены, и теперь мы не можем их подавать в модель как слова. Мы должны их подавать как индексы. Поэтому у нас аргументом будет выступать словарь. И, соответственно, основе этого словаря мы будем их индексировать. Кроме этого, мы должны его падить, потому что в NLP, соответственно, у нас могут быть предложения или тексты разной длины. И из-за этого мы их будем либо урезать, либо дополнять, чтобы уравнять батч. И поэтому должен быть метод паддинга и перевод в тензор, чтобы наша модель знала, что получает именно тензор. Соответственно, label field аналогично текстовому филду. То есть мы получаем, опять же, у нас есть лейблы. И в label field тоже там все просто. Первый метод – это индексация. То есть если у вас входящие лейблы – это текстовые, то мы, опять же, на основе словаря каких индексируем, чтобы было соответствие. И аналогично переводим в тензор. Например, если это мульти-лейбл классификация, то мы делаем one-hot перевод. А если, например, у нас, опять же, какой-нибудь question-answering, то мы его переводим в нужные нам индексы, спены. И, опять же, у него есть такие два метода. Какие еще могут быть другие филды? Это метадата. Филд для метадаты. То есть это филд, в котором мы просто храним какую-то информацию, но не используем ее для тренировки. Зачем она нужна? Например, мы можем хранить там сырой текст, который просто мы будем сравнивать, как мы запрепроцессили текст, притренизировали, удалили мы ненужные артефакты, либо какие-то удалили что-то лишнее. Это полезно следить. Кроме этого может быть категориальный филд, который хранит какую-то дополнительную информацию про источника, либо про автора. И, соответственно, мы его будем обрабатывать, например, web-on-hot или аналогично текстам, как эмбейдинги, через эмбейдинги. Это индекс field, span field, индекс field. В принципе, индекс field это, например, просто ответ какой-то в предложении индекс токена. И аналогично вы можете создавать свои такие же филды, если у вас какие-то специфические данные, но важно, чтобы была такая консистенция. У вас этот field должен иметь метод stensor, то есть когда вы передаете данный field в модель, то модель просто берет как бы вектор по этим данным именно по этому методу. Соответственно, дальше мы уже имеем набор филдов, теперь мы должны их сагрегировать до определенного инстанса. То есть инстанс, он одному примеру соответствует один инстанс. В этом инстансе находятся все филды, и все филды доступны именно по какому-то имени. Например, вот текстовый филд имеет имя текст, labels – labels, и аналогично добавляете свои филды. И у каждого инстанса должен быть метод, мы должны иметь возможность индексировать все филды, просто вызвав метод и передав туда словарик для удобства. Соответственно, теперь переходим к словарику. Словарик нам в NLP как бы без него никуда, потому что мы должны иметь возможность переводить токены в индексы. Соответственно, словарик опять же, как и инстанс, хранит все знания про наш филды. То есть у нас будет словарь для нашего текста, словарь для наших лейблов и аналоги. Кроме этого, в словарь мы сможем добавлять еще специальные токены. Это как, например, out of vocabulary, если у нас встречается какое-то новое слово, либо padded token, которым мы, например, дополняем наш сиквенс, и чтобы модель понимала, что это именно специальный токен, а не out of vocabulary, например, который мы должны использовать. Кроме этого, полезно еще добавить в словарь метод получения статистики, потому что мы, когда, например, инициализируем наш словарь, когда мы его считаем, мы хотим посмотреть, например, самые популярные слова, либо, например, там самые непопулярные слова, посмотреть на наши лейблы, сколько, какое у нас раскрытие, например, там лейблов такого плана. То есть это тоже такая важная статистика. И, естественно, методы string to index, index to string, чтобы либо конвертировать индекс в наш токен, либо наоборот. Поэтому, в принципе, pipeline начальной обработки данных выглядит вот так. У нас есть входящие данные, входящие лейблы. Мы их переводим в специальные филды, с которыми удобно будет потом работать. И, соответственно, это все мы агрегируем в одном инстансе. И потом у нас уже есть набор, получается, инстансов. Это просто будет у нас список инстансов. И из этого списка инстансов мы получаем словарик. Из него мы получаем словарик. И на основе этого словарика мы уже переиндексируем наши все филды. И таким образом получается, что наши данные уже готовы к подаче модели. Немножко про припроцессинг токенизации. Припроцессинг токенизации нужно желательно делать заранее, чтобы посмотреть результат. И чтобы вы потом долго не искали ошибки, а сначала делаете припроцессинг токенизацию и смотрите на результат. И потом, если у вас все, как говорится, получилось, то вы идете дальше. Такая перепроверка не помешает. Это также совет хранить сырой текст, опять же, чтобы это все перепроверять. И сначала вы делаете, естественно, припроцессинг, то есть вы очищаете данные от всяких там ненужных вам артефактов и прочего, какие-то там html тегов и всего такого. А потом вы уже на чистом тексте делаете токенизацию, разбиваете на токены и дальше с ними работаете. Да, теперь, чтобы мы не делать все одну и ту же процедуру, говорится, каждый раз переписывать такое длинное полотно с собой не тянуть, мы это все можем сагрегировать в датасет reader. Датасет reader, получается, агрегирует все процессы по обработке начальных данных. Получается, для каждой из ваших задач, например, будет это question answering, multi-label классификация или что-то еще, вы будете создавать свой датасет reader и чтобы удобно считывать данные в одну строку. Это очень удобно, не требует многого времени и получается так, что на выходе у вас, опять же, будет список ваших инстансов и словарик, который будет соответствовать токенам и, например, лейблов. Если у вас большой датасет, то, естественно, вы можете это делать все лейзи и потихоньку считывать его, только нужно помнить, что вам нужно сначала зайдите словарик обязательно, чтобы у вас словарик был консистентным. Кроме после этого, получается, мы уже считали данные, теперь нам нужно по ним итерироваться. Мы создаем итератор. В NLP, в принципе, можно придумывать много разных видов итераторов, но основных их два. Это обычный, когда мы просто загружаем данные, шафлим и нам не важно, что там происходит, либо баги итератор, что более логично для NLP и более популярно, это когда мы сортируем их, например, по длине текста и формируем таким образом бачи, чтобы минимизировать пэддинг наших текстов и таким образом мы уменьшаем риск переобучения под пэддинг и ускоряем наше обучение во много раз. И, соответственно, этот итератор мы… А, и в этом итераторе мы еще с этим… Такие методы… У нас проходит процесс индексации и пэддинга именно в итераторе, на итераторе, потому что пэддинг мы знаем только, сколько нам нужно пэддить внутри итератора в зависимости от бача и индексацию тоже мы можем делать на лету. Дальше мы инициализируем как бы тренировочный наш процесс. Тренировочный процесс выполняется только одним классом. Это некий трейнер, в котором сетятся все как бы условия, не необходимые для тренировки. Во-первых, мы придем туда данные, то есть у нас есть тренировочный и валидационный татасет, который мы уже считали данные, потом мы придем туда наш итератор, архитектуру нашей модели, которую мы также define и все остальные настройки типа оптимайзера, конфигурации, лоса, метрик, все, что нам нужно для трека тренировки и получения результатов. Да, и как я сказал, то есть весь процесс тренировки проходит именно внутри этого класса. И все это делается, весь процесс тренировки, обучения, вот это вот ресерча проходит через конфигурационные файлы. Конфигурационные файлы в основном делаются из JSON или XML формата. Например, я прочитаю JSON, мне так удобней. Получается, с чем-то делается, чтобы можно было воспроизвести результаты. И такой деклотерийный дусинтекс вам помогает очень легко проводить эксперименты. То есть что это значит? Это значит то, что все наши настройки эксперимента мы делаем только в конфигурационном файле и ничего не меняем в коде. Получается, таким образом мы можем поменять легко задачу, там итератор наш, тренировочный процесс. Вот здесь, например, мы дефайним данные, допустим, лежат у нас данные, какой ридер использовать для чтения, какой при процессинг нам нужен, нужно задать и, например, какой нужен итератор. Аналогично дальше, например, мы так дефайним нашу архитектуру модели. Здесь мы описываем типы слоев, там hidden state, который у нас должен быть. Аналогично описываем callback, оптимайзер, метрики и сам не пишется тренер, где мы там ставим условно девайс, на который мы хотим тренировать это все, эпохи и так далее. В общем, у нас все происходит, вся настройка эксперимента проходит в конфигурационном файле и это очень удобно. Сохраняем мы следующие опции. То есть нам обязательно нужно сохранить наш конфигурационный файл, потому что там идут все настройки, например, нашего припроцессинга, токенизации, кроме этого и, соответственно, если мы хотим сохранить наш эксперимент. Потом мы сохраняем наш словарь, потому что нам нужно будет снова индексировать при предсказаниях наши токены и они должны, естественно, соответствовать тому, что было при тренировке. И сохраняем модель, ну и веса модели, чтобы ее потом просто загрузить и инициализировать нашу модель уже не случайными весами, а конкретными предобоченными. Предиктор. Предиктор – это класс, который будет выполнять, отвечает, естественно, за предикшен уже. В основном мы будем получать данные в JSON формате, потому что, по крайней мере, у нас в компании, я думаю, в большинстве компаний весь Data Science строится на микросервисах и получаем данные по API, соответственно, в JSON формате. Поэтому мы строим JSON reader. После этого мы настраиваем наш итератор. Итератор тоже важен для даже предикшена, потому что, например, у нас deploy-сервер, допустим, небольшой, у нас есть там включение по памяти и мы не хотим туда, например, загружать батч в 200, чтобы у нас был батч 200. И мы, получается, должны сделать там условно батч хотя бы 50 или 30, чтобы не было ошибки от off-memory. Поэтому итератор тоже здесь важно задавать свой. И, кроме этого, предиктор должен иметь всякие опции добавления, обработки output. Что это значит? Например, мы хотим провалидировать нашу модель по полной и хотим получить вероятность, например, наших предсказаний, топ-5 предсказаний, поменять треш-холды, допустим, и другие опции, которые помогут вам понять работу вашей модели и оценить, где она работает плохо и что хотелось бы, какие компоненты этой модели хотелось бы улучшить. Вот так выглядит финальная схема. у нас за все отвечает, как я говорил, конфигурационный файл, и задает он именно все настройки для нашего пайплайна. Потом у нас есть астридер, который обрабатывает данные, итератор, который отвечает за итерационный процесс, модель, которой мы задаем архитектуру и все это передаем в тренер или предиктор. Трейнер и предиктор особо ничем не отличаются по своей сути, и входящие, как говорится, переменные у них одни и те же. Посмотрим на код, как это выглядит. Получается, первой строкой мы загружаем данные, то есть идет просто чтение датасета, мы туда передаем датасет-ридер, который мы хотим загружать наши данные, и получается припроцессинг, которые мы хотим, чтобы у него были. После этого мы загружаем данные, то есть у нас есть там папочка, мы просто считали данные и получили train и validation датасет. После этого мы инициализируем словарик на основе нашего тренировочного и валютационного датасета, кроме этого мы можем засетить еще вектора. Например, если у нас есть препредобученные эмбеддинги, то мы можем их опять же загрузить для определенных филдов и засетить уже их там непосредственно. После этого мы дефайним итератор. Опять же нам нужен там не только его настройки, а и словарик, чтобы проводить индексацию внутри итератора. После этого мы дефайним все, что нам необходимо для тренировки модели, то есть это сама архитектура модели, лосс, оптимайзер, метрики, коллбеки. И после этого уже это все как бы штуку передаем в тренер и тренируем нашу модель. Получается 12 строк и этот пайплайн как бы мы не будем менять в целом, потому что, как видно здесь, он подходит под принципе практически любую задачу и все, что вы будете менять, это, например, добавлять некие разновидности, например, итераторов либо дата-сет-ридера, чтобы считать данные для определенной вашей задачи. Аналогично будет все это происходить для предиктора. То есть предиктор, он еще меньше, но сама структура такая же. То есть в первую очередь вы дефайните JSON-ридер, каким вы будете считывать полученные данные, например, по вашему API. После этого вы садите в словарик. То есть вы уже не как бы получаете этот словарик из вашего дата-сета, который вы получаете, а вы его загружаете, потому что вы тренировали модель именно при этом словаре. После этого вы дефайните ваш итератор, который будет использоваться именно при диплое. После этого загружаете модельку, веса вашей модельки, и уже ее инициализируете, и все. И дальше и дефайните предиктор. Все. Получается, предиктор ваш будет отвечать за все необходимые вам штуки для предсказаний. И в функции предикт вы просто превратите предиктор и вызываете предиктор предикт. Все. И он вам все делает работу. Конечно, у вас могут быть специалистические задачи. Особенно они могут иметь, скажем так, при диплое определенные особенности. Поэтому вы можете задать либо какую-то фильтрацию в начале данных, вы, например, не хотите предсказывать все данные, либо вы хотите сделать какой-то постпроцессинг, например, вернуть данные в определенном формате, в каком-то опять же JSON-файле, например, там еще версию вашей модели, еще что-то. То есть это, естественно, нужно будет дописывать отдельно, но в целом pipeline выглядит предикшено вот так и достаточно компактный, удобный. И здесь все очень понятно. И как бы другой человек, если вот придет, например, на ваше место или будет пытаться найти ошибку в ваше отсутствие, то ему будет достаточно просто это сделать. Какие выводы можно сделать из данного доклада? Это, во-первых, то, что абстракции помогают делать ваш pipeline более логическим, структурированным и понятным. Дегилативный синтаксис вам упрощает жизнь, и вы настраиваете ваши эксперименты в конфигурационных файлах, и поэтому для каждого эксперимента у вас будет отдельный конфигурационный файл, и, соответственно, это повышает воспроизводимость ваших результатов и трекинг, например, удобный трекинг ваших метрик, потому что, опять же, вы будете сохранять, например, метрики в TensorBoard, и по имени конфигурационного файла вы сможете понять, какой эксперимент вы проводили. Потом это, естественно, опять же, простой переход от тренировочного pipeline для предсказательного pipeline. Как вы видите, там отличие минимальные, и, естественно, это то, что когда у вас будет как бы в пуле много задач, которые вы сделаете и оформите под данный pipeline, под данную процедуру, под такую же схему, то прототипирование и разработки следующих решений у вас будет происходить очень быстро, потому что вы уже будете знать, например, вам уже нужно будет условно создать просто новый датсет-ридер, а все остальное вы сохраняете, то есть будете уже переиспользовать. Это ускорит намного все ваши процессы внутри команды разработки. На этом у меня все. То есть вот ресурсы. Я вам советую GitHub NLP. То есть я считаю, что у них лучше всего отработан данный pipeline. То есть, в принципе, идеи взяты в основном от них. Вот это был их, их воркшоп был на NLP. Это конференция такая большая по NLP. Там еще описаны кучи всего, кроме того, как строить вот данный pipeline. Там чуть-чуть есть что-то уже, что-то шире рассказано. Там еще есть как правильно тестировать NLP pipeline, даже писать код как правильно в NLP. И вот эту презентацию. И можно посмотреть еще тоже Torch Text. Там, в принципе, неплохо описано, как работать с входящими данными. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь вот к этим ресурсам. Это очень правильная парадигма работы с NLP проектами. В принципе, на этом все. Если у вас есть вопросы, можно их задать. Спасибо. Да. Окей. Добрый день. Спасибо за доклад. Не подскажете, есть ли какие-то средства для проектирования pipeline, который включал бы в себя обработку признаков пространства. То есть, редукцию признаков, выделение наиболее информативных и попытку подбора какой-либо модели, которая лучше бы подходила под данную задачу. Но это, скорее всего, вы имеете в виду уже постфактум. То есть, когда вы уже натренировали модель, правильно? И уже понять, что повлияло больше всего на предсказания? Ну, нет. Прежде чем тренить, вам же нужно отобрать какие-то наиболее информативные признаки для того, чтобы получить наиболее качественную модель. Ну, смотрите, в NLP тут как бы попроще. То есть, в основном у нас входящий текст. У нас тут не особо много каких-то признаков. То есть, мы просто загоняем текст, тренируем модель. И даже если вы имеете в виду какой-то более классический machine learning, где у вас есть разные признаки, как текстовые, так и, например, категориальные, числовые и так далее, то в основном происходит наоборот. То есть, если у вас есть ресурсы, то вы загоняете все признаки, потом смотрите, какие, например, из них были существенные и отбираете. Либо просто делаете итерационный перебор вот этих признаков, там что-то выкидываете, что-то оставляете. Таким образом ищите те признаки, которые повлияли, ну, больше всего повлияли на вашу модель. То есть, автоматический срез для этого нет, только вот ручками? Ну, автоматический срез вы можете поискать на Kaggle, как они делают перебор признаков. Там, в принципе, это должно быть описано. Ну, заранее вы этого не можете, например, знать наверняка, что сработает, а что нет. Спасибо. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Мне не очень понятно из вашего доклада, каким образом в ваших пайплайнах предлагается увязывать процессинг текста и спанов. Вот, например, предположим, я работаю над задачей entity recognition. Так. У меня есть некий сырой текст, у меня есть некоторые спаны. И, допустим, я хочу подойти к этой задаче, как к sequence labeling. Так. То есть мне нужно растокеназить сырой текст и мне нужно засайнить для тренинга на каждый токен какой-то лейбл. От того, как я растокеназу текст, у меня будет зависеть последовательность лейблов. То есть токенизация и генерация вот этих последовательностей лейблов – это не независимые операции, они должны быть увязаны. Как вот предполагается их увязывать и есть ли какой-то способ, что вот вы используете, есть ли какой-то способ стандартизировать это? Потому что из моего опыта это вот тот кусочек, когда каждый строит свой маленький велосипедик. Спасибо. Ну, смотрите, когда вы делаете NER, то вы все равно сначала, чтобы проставить правильно лейблы, то вы токенизируете для начала. То есть вы токенизируете в начале, либо у вас есть некоторые, скажем так, пометки, когда вы делаете разметку, то у вас помечается начало и конец, правильно? То вы все равно потом можете заинжинирить данные токены. То есть у вас не будет такого, что, ну, в идеальном случае у вас не будет такого, что будет разрываться токен, который у вас, часть его находится без, скажем так, лейбла, а часть будет с лейблом. Поэтому у вас, как это правильно сказать, у вас будут некие артефакты даже в вашем тексте, которые будут отвечать за начало условного лейбла. То есть, например, там у вас идет организация какая-то, у вас будет стоять там условно, будет какой-то начальный стоять идентификатор, например, как в HTML, да, в основном размещается как HTML, HTML тег, то у вас, вы сможете потом его легко распарсить и получить те же, то есть тоже, ну, секвенс лейблов для, для NERA. Получается, вы делаете ту же токенизацию, но вы точно знаете, где у вас токен начала данного entity, так и где конец данного entity. Поэтому, если честно, я не понял, чем, как у вас проблем столкнулось, но если что, потом можно пообщаться и сказать. Пока что, ну, то есть вы делаете такую же токенизацию, как и там и там, но просто для лейблов вы знаете, где у вас начало и конец, какой у вас начальник токен и конечный токен для вашего entity. Окей, в любом случае, после следующего доклада будет перерыв, можно будет задать вопрос. Привет. Ты показал работу с текстом. Можно ли то же самое использовать с изображениями, ну, то есть полностью с числами? Ну, я с картинками не особо работаю, но мне кажется, что почему нет. То есть все это как бы просто отдельные сущности. И здесь вопрос в том, чтобы как бы построить удобный эффективный пайплайн. То есть просто мы здесь знаем, что, например, у нас есть разные виды, например, входящих текстов. Например, у меня есть там текст и тайтл, и мне удобно работать с ними, например, обращаться к ним по имени, допустим. То есть я знаю, вот текст и тайтл. У меня в модели есть, например, отдельный слой для текста, отдельный для тайтла. Я хочу просто, когда мне придет его итератор, то я хочу обращаться не какими-то там сложными штуками, не передавать какой-то сложный пайплайн. Я хочу вот хранить его все в одном инстансе и, например, обращаться просто как в словарике по ключу. И таким образом я буду получать его вектор. Аналогично для картинки, если у вас есть разные варианты, скажем так, входящих данных. И просто вот даже такой pipeline, которым вы унифицируете все, то это намного упрощает понимание работы и вас как бы, как говорится, как правильно сказать, тренирует то, что вы должны писать хороший код и реюзабельный код, а не просто каждый раз копировать куски откуда-то и все. А так у вас получается условно, вот у меня получилось так, что тренировочный процесс, он практически всегда будет одними тем же для любой задачи. А все будет происходить уже внутри вот этих вот абстракций. Да, я понял. Спасибо. Виталий, спасибо за интересный pipeline. Расскажи, пожалуйста, как в этот pipeline вписывается сейчас модный transfer learning? И, например, у меня есть некоторая моделька, какая-нибудь Берта, которую я притренил. Как она впишется в этот pipeline, например? Можно вписать, но то, что я смотрел, например, у Hagenface, которые все как бы занимаются разработкой, как бы основные, как говорится, амбассадоры transfer learning, и то у них все делается очень просто, то есть они за счет этого не парятся, но в принципе здесь особо разницы нет. То есть что там аналогично все делается, у вас есть входящий текст, вы его индексируете с помощью там какого-то BPE токенайзера, то есть все аналогично, то есть вы можете в текстовый филд положить свой токенайзер и будет у вас там лежать. Аналогично вы будете передавать туда этот BPE токенайзер, который будет вам выступать, наверное, все-таки он, по-моему, там выступает у них как и словарик, так и токенизатор. То есть там, по-моему, у них там происходит все в одном классе, но по сути все аналогично, то есть у вас тоже самое будет, у вас модель будет вашим токенизатором, итератор будет свой итератор, и, соответственно, текст вы будете делать, как там описано в статье, в том же Excel трансформер, или уже вот в новой, который вышел, когда там позавчера, по-моему, вышел. Там все процессы аналогичны, и тут как бы разница только в каких-то конкретных вещах, либо в токенизаторе, либо в самой модели, но по факту у того же трансформера есть метод предикт, как у той же обычной модели Пайторча, и это ничем не отличается, поэтому если вы можете, то настройте Пайплайн по такому же схему, то есть нет разницы абсолютно. Хорошо, я понял. Я же правильно понимаю, там получается на каждый случай надо создавать собственный класс трейнера, соответственно… Нет, трейнер у вас всегда один, то есть зачем, там не нужно еще создавать, получается вы меняете только модель, в основном меняется архитектура модели и датасет ридер. То есть получается датасет ридер у вас построен под свою задачу, то есть, например, у вас там неважна какая задача, у вас будет считывание данных и приведение, например, там специальных лейблов. а потом в модели уже форварде, в форварде вашей модели, вы все равно туда получаете какой-то батч этих инстансов, и вот эти уже батч инстансов, вы уже их разбираете то, что вам нужно. То есть, например, вы берете текст, тайтл, лейблы, вот такого плана. И, соответственно, вы уже как бы меняете в основном только вот эти два элемента. Ну, конечно, можно менять еще какие-то колбеки, что-то еще, но в основном это все делается в конфигурационном файле. А вот в таком общем как бы процессе меняется только вот этот ридер и модель, ну, архитектура модели. Если нужно, чтобы модель работала быстрее, с чего вы начинаете улучшать pipeline и до каких пор будете улучшать? Чтобы модель работала быстрее. Хороший вопрос. Сказать. Ну, сначала мы делаем, естественно, профайлинг. То есть, мы смотрим, например, где больше, скажем, какая стадия pipeline занимает больше всего времени. Соответственно, мы можем легко в таком именно как бы разработке pipeline в таком виде, да, то есть вот в этом, вот в таком виде мы можем легко его запрофайлить, увидеть именно какой стейдж занимает больше всего времени. После этого мы, соответственно, думаем, он отвечает этому времени или не отвечает. Им, например, можем там запараллелить какой-нибудь при процессе данных. Если у нас, например, большие батчи, то мы их можем ворвать параллельно в одном батче. Если у нас, например, модель все упирается, то мы думаем, нужно ли нам ее, например, переводить на тот же, как называется, по-моему, PyTorch G, который ускоряет, например, на выполнение, компилирует некоторые штуки в PyTorch модели и так далее. В основном из очевидного профайлинга вот этого всего ищем боттленеки уже, соответственно, из того, что сильно выбивается из времени. Окей, спасибо, Виталий. Давайте поблагодарим его. Спасибо.